Накануне дня, который принято считать женским, мы решили забыть о мимозах И вспомнить о том, что 8 марта это на секундочку еще и день борьбы за права женщин И лучший способ проникнуться духом настоящего феминизма Это спектакль об Александре Калантай, который проходит в театре ДОК на площадке Трансформатор Мы на премьере в очень атмосферном арт-сквоте «Электрозавод» Вау, о, сразу на входе выставка «Джаз Титс» Цензурная версия, благодаря моим косичкам, цензура О, кажется, я вижу саму режиссера спектакля Вику Мне было интересно взять такой живой, очень женственный персонаж Валькирия революции стала первой в истории женщиной-министром Подарила СССР оплачиваемый декретный отпуск и бесплатные роддома А также сама сделала предложение одному из своих мужей о законе в гражданский брак Калантай была любвеобильной особой Ей приписывается теория стакана воды, которая гласит Лечение – это такой же инстинкт, как жажда, которую нужно утолить без лишних сантиментов Сценическая Калантай тоже решительно опустошает бутылки с простой водой Вот только открыть их своими хрупкими руками она не может И символично просит помощи у зрителей Дальше – акт в инфернально красном свете Где безымянная отчаянная феминистка выкрикивает зазубренные догмы Забывая слова и не понимая их сути Так идеология феминизма мутировала и оскалилась в наши дни Если ты сказал «я феминистка», это сразу слово с негативным окрасом Значит, ты очень агрессивно настроена Скорее всего, множество обид на мужчин сделало тебя такой Феминист – это человек, неважно какого пола Который просто интересуется вопросом гендерного неравенства Своим женским вопросом То есть, подожди, мужчина тоже может быть феминистом? Как бы не в курсе просто, да Кстати, таких феминистов целый зал набрался Финал «Тихий пикет» – одиночный протест, в котором поэтесса Даша Сиренко держит плакат И ненавязчиво ждет, пока кто-то из зрителей заговорит сам О, кажется, я вижу Дашу Скажи, насколько тихий твой пикет? Ну, ровно настолько, насколько человек готов его услышать Тихий пикет, он такой плавающий Человек-зритель, может остаться, может не остаться И это в своем роде терапия Потому что кто-то берет свою волю в кулак Встает со стула зрительского, что мы не очень привыкли еще делать Подходит к акционисту Тебе подарили что-нибудь на 8 марта? Брелок со стразами Ничего себе Я не становлюсь от этого менее феминистичной Александра Калантай представила Советской России тип новой женщины Сексуальной, независимой, умеющей взять свои эмоции под контроль Революционерка призывала освободить мужчин от нашей надоедливой ревности Но не от подарков на 8 марта